Мелиховский двор на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к дону. Крутой восьмисоженный спуск меж замшелых по зелени меловых глыб. И вот берег перламутровая россыпь ракушек. Серая изломистая кайма, нацелованные волнами гальки. И дальше перекипающие под ветром ворненной рябью стремя дона. На восток за красноталом гуменных плетей. За красноталом гуменных плетей. Гетманский шлях полынно просит, истоптанный конскими копытами буры, живущой подорожник. Часовенка на развилке. За ней задернута текучей маревом степь. С юга меловая хребтина горы. На запад улица пронизывающая площадь, бегущая к займищу. Последнюю турецкую компанию вернулся в хутор казак Милихов Прокофий. Из Туречины привел он жену, маленькую, закутанную в шаль, женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведанными запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонила странных Прокофия. И старик Милихов вскоре отделил сына. В курень его не входил до смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень. Сам пригородил базы для скотины. И к осени увел на нового хозяйства сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все от мала до велики. Высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды. Голосисто перекликались бабы. Орды немытых казачат улюлюкали Прокофию след. Но он распахнул чекмень. Шел медленно, как по пахотной борозде. Сжимая в черной ладони хрупкую кисть сжененной руки. Непокорно нес белесо-чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки. До промеж каменных повседашней неподвижности бровей Проступал пот. С той поры редко видели его на хуторе. Не бывал он и на Майдане. Жил в своем курине на отшибе у дона берегом. Гутарили про него по хуторю чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, Как Прокофий вечером, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского анжик кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной кисточенному столетиями ноздреватому камню. Садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря. А потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам. Бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия. Прокофия. Одни утверждали, что крас... Одни утверждали, что красоты она досель не виданы. Другие наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Порфирь, сбегала к Прокофию, сбегала к Прокофию, будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что Турчанка попалась в Прокофию, последняя из никудышних. Как говорится, что бы это значило? Вот я прочитал текст. Вот все говорят о самосовершенстве, о каком-то там росте и прочее, прочее. Но что для этого надо делать? Вот для этого надо улучшать себя со всех сторон. И в частности, в частности, вот я начитал свои книги, там текст довольно-таки легкий. Хотя я прочитал, уже не помню. Часов, наверное, 20 в общей сложности. 4 тома, как-никак. Здесь же, видите, совсем другой слог, другой текст. Можно сказать, даже язык вот такой необычный для современного. И поэтому читать получается не особо и удобно, так сказать. Вот я когда читал «Лунные сутки», одно дело написать. Написать про себя, прочитать, это легко и просто, все ясно, понятно. Как только начинаешь читать, вот такое выражение есть. Слова не ложатся на язык. Где-то там шипящие, где-то еще что-то. Если у вас там с зубами какие-то там непорядки, то есть мало зубов, значит, у вас голос будет какой-то шипящий. Меняется голос из-за отсутствия зубов. Вот. И приходилось мне лично вот так подгонять все эти лунные сутки, чтобы они великолепно ложились на язык. И я их тогда читал, знаете, вот как говорится, как по нотам. Вот такие-то дела. Так что, если вы хотите совершенствоваться, вот как раз поработайте с текстами, почитайте их вслух. Дело в том, что тут надо внимательно смотреть на текст, не отвлекаться, не глотать окончание, смотреть, какая там буква, произносить, чтобы все у вас вот здесь работало. То есть и голова работала, и речевик у вас работал. Это довольно-таки серьезное занятие для саморазвития. Поэтому я вам рекомендую таким вещами заниматься. Хотя я вот сам, сам я. Вот скоро у нас будет март. Я написал стихотворение на все, на все месяца. За январь вы уже слушали, а вот за февраль я не читал. Я хочу сказать, что вот инструменты для самосовершенствования, для своего личностного роста, они совершенно различны. И больше, оказывается, вот я больше там работал раньше руками, ногами, там, физикой. Оказалось, нет. Больше надо работать головой. Тогда что-то будет получаться более значительно, нежели вы можете наработать руками, там, ногами. То есть голова у нас главный инструмент. Поэтому работайте головой. Оттачивайте вот этот вот инструмент под названием ум. А вот февраль. Вот то, что я сочинил, я так читаю, более-менее складно. Февраль не балует теплом. Он лишь его предполагает. Под ноги снега накидает. За щеки потребать готов. Но к холодам уже привыкли. Зима закалку всем дала. Но шубы носим мы пока. Хотя они уж надоели. Природа все же свое берет. День помаленечку растет. И радость окрыляет нас. Зима закончится сейчас. Томлением полна душа. Настало время обновления. Любить, желать и строить планы. Мечты в реальность воплощать. Но полно, смело так мечтать. Пусть снег растает и просохнет. Мороз уйдет. И вот тогда прощайте, матушка зима. И на 8 марта. На 8 марта у меня был просто посвящен дню 8 марта. А это вот целиком. Проходит матушка зима. Март наступил, запели птицы. И скоро будут гнездо вить. Растить потомство. А пока любви наставшая пора. Дурманит голову, чарует. И каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я. Готов. Мы слышим мартовских котов. И воркование голубей. И жизнь нам кажется добрее, милее. И где-то даже веселее. Потом если на апрель. Вот, но Шолохова прочитать вот не так-то просто. А ну-ка сейчас я еще разок попробую прочитать. То есть здесь вот в любом деле важна усидчивость, терпение. И следить за собой, как бы сказать, за собой со стороны. Что вы делаете, как вы делаете. Получается, не получается. Ну давайте еще разочек. Это вроде как никому не нужно. Вроде кажется. Но на самом деле это очень мощная тренировка наших умственных способностей. И развитие духовных, так сказать, подвижек. Читаем опять. Мелеховский двор на самом краю хутора. Вороться со скотиниево база ведут на север к дону. Крутой восьмисоженный спуск между замшелых в позелени меловых глыб. И вот берег. Перламутровая росы прокушек. Серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки. И дальше перекипающий под ветром воронен на рябью стремя дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, гетманский шлях. Полынная просит. Истоптанный конскими копытами бурый живущой придорожник. Часовинка на развилке. За ней задернутая текучим маревом степь. С юга меловая хребтина горы. На западу улица пронизывающая площадь, бегущая к займищу. Предпоследнюю турецкую компанию вернулся на хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туреччины. Привел он жену маленькую, закутанную в шаль, женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия. И старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не входил до смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень. Сам пригородил базы для скотины. И к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Высыпала на... Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Так. Прокофий. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень. сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за орбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались бороды, голосисто перекликались бабы. Орды немытых казачат улюлюкали Прокофию след. Но он распахнул чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал черной ладонью хрупкую кисть жинной руки. Непокорно нанес Белеса чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки. До промеж каменных по внешности неподвижности бровей проступал пот. С той поры редко видели его в хуторе. Не бывал он и на Майдане. Жил в своем курине на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, падшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского анжик кургана. Сажал ее там, на макушке кургана, спиной, к источному столетиями наздреватому камню. Садился с ней рядом и так подолгу глядели они в степь, глядели до тех пор, пока истухала заря. А потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам. Бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофии. Одни утверждали, что красоты она досиль не виданы, другие наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию, будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка достала из Прокофию последняя из никудышних. Вот так вот. А сейчас я еще его обработаю, затыкачкой уберу и еще разок, так сказать, выставлю. То есть, еще разок хочу сказать, что вот чтение текста, пусть небольшого, оно требует от вас внимания, сосредоточенности, чтобы вы следили за своим вот этим вот, за своей речью, чтобы вы не проглатывали слова окончания и следило, как оно у вас идет. Она стыкуется, не стыкуется, интонация и все это вместе, чтобы в итоге у вас получался действительно вот, а речечку речет, будто реченька течет, вот чтобы примерно такое было. Ну, примерно вот так вот я вам, так сказать, рассказал, проказал. Попытка первая. Мелиховский двор, Мелиховский двор на самом краю хутора. Вороца со скотьего база ведут на север к дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозвлении меловых глыб. И вот берег. Перламутровая россыпь, ракушек, серая изломистая кайма, нецелованной волнами гальки, нацелованной волнами гальки. И дальше перекипающая под ветром вороненой рябью стремя дона. На восток за красноталом гуменных плетей. На восток за красноталом гуменных плетей гетманский шлях. Полынно просить. Истоптанный конскими копытами бурый живущий придорожник. Часовенька на развилке. За ней задернулась текучим маревом степь. С юга меловая хребтина горы. На запад улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу. Последнюю турецкую компанию вернулся в хутор казак Мелих Прокопий. Из Туреччины привел он жену маленькую, закутанную в шаль женщину. Закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие, одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими, неведомыми запахами. Радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия. И старик Мелихов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосиста перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед. Ну он распахнул чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимая в черной ладони хрупкую кисть сжененной руки. Непокорно нес Белеса чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки. До промеж каменных повсегдашней неподвижности бровей проступал пот. И катались желваки и катались желваки. До промеж каменных по внешней неподвижности по внешней неподвижности бровей проступал пот. С той поры редко видели его в хуторе. Не был он и на Майдане. Жил в своем курине на отшибе у Дона Бирюком. Гутарили про него по хутору чудные ребятишки паши за прогоном телят рассказывали будто видели они как Григорий вечером когда вянут зори на руках носил жену до татарского ажника. кургана сажал ее там на вакушке кургана спиной к источенному столетиями назреватому камню садился с ней рядом и так подолгу глядели они в степь глядели до тех пор пока истухала заря а потом Прокофий кутал жену кутал жену в зипун и на руках относил домой хутор терялся в догадках подыскивая объяснение таким диковинным поступком бабам за разговорами поискаться некогда было разно гутарили и о жене Прокофию одни утверждали что красоты она досильне виданы другие наоборот решилось все после того как самая отчаянная из баб Жалмерка Жалмерка Мавра сбегла к Прокофию будто бы за свежей накваской Прокофий Прокофий полез за Прокофий полез за накваской в погреб а за это время Мавра и разглядела что турчанка попалась Прокофию последняя из никудышних вот первый раз я прочитал читаем опять Мелеховский двор на самом краю хутора вороться со скотиниего база ведут на север к дону крутой восьмисоженный спуск межзамшелых в позелени меловых глыб и вот берег перламутровая росы прокушек серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше перекипающий под ветром воронен нарябью стремя дона на восток за красноталом гуменных плетней гетманский шлях полынная просит истоптанный конскими копытами бурый живущой придорожник часовенка на развилке за ней задернутая текучим маревом степь с юга меловая хребтина горы на западу улица пронизывающая площадь бегущая к займищу предпоследнюю турецкую компанию вернулся на хутор казак Мелехов Прокофий из Туречины привел он жену маленькую закутанную в шаль женщину она прятала лицо редко показывая тоскующие одичалые глаза пахло шелковая шаль далекими неведомыми запахами радужные узоры ее питали бабью зависть пленная турчанка сторонилась родных Прокофия и старик Мелехов вскоре отделил сына в курень его не входил до смерти не забывая обеды Прокофий обстроился скоро плотники срубили курень сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену Прокофий обстроился скоро плотники срубили курень сам пригородил базы для скотины и к осени увел На новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за орбой с имуществом по хутору. Высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались бороды, Голосисто перекликались бабы, Орды немытых казачат улюлюкали Прокофию след. Но он распахнул чекмень, Шел медленно, как по пахотной борозде, Сжимал черной ладонью хрупкую кисть жинной руки. Непокорно нес Белеса чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки. До промеж каменных по внешности неподвижности Бровей проступал пот. С той поры редко видели его в хуторе. Не бывал он и на Майдане. Жил в своем курине на отшибе у Дона, Бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, павшие за прогоном телят, рассказывали, Будто видели они, как Прокофий вечерами, Когда вянут зори, на руках носил жену До татарского анжик кургана. Сажал ее там, на макушке кургана, Спиной к источенному столетиями ноздреватому камню. Садился с ней рядом. И так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря. А потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, Подыскивая объяснение таким диковинным поступкам. Бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофии. Одни утверждали, что красоты она досиль не виданы, Другие наоборот. Решилось все после того, Как самая отчаянная из баб, Жалмерка Мавра, Сбегала к Прокофию, Будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, А за это время Мавра и разглядела, Что турчанка достала с Прокофию Последняя из никудышних.